Девушки отдыхают Я не хочу давать комментарии Ну, почему бы и нет, я бы сказала так Да какая разница, перед ним он извинился Он должен извиниться перед людьми, перед родственниками Перед ними он должен извиниться, а Путин-то еще президент Он ему соболезнования высказал, я не знаю, что-нибудь по поводу этого Так что должен извиниться перед родственниками, не перед Путиным Я не считал, поэтому не могу сказать точно Потому что важнее не смысл сказанного, а интонация иногда бывает В извинениях Не знаю, честно Я не знаю А мнение какое-нибудь есть у вас? Честно говоря, я даже не в курсе данной ситуации Наверное, извинился Я считаю, что извинился Ну, он мог правда извиниться Так как Турция сейчас страдает от туристов У них нехватка туристов Соответственно, им нужны деньги Поэтому уже выхода не было у Ордогана Пришлось Я думаю, извинился Я думаю, что извинялся А остальное? Ну вот его советник сказал, что никаких извинений не было А потом сам Ордоган заявил, что в следующий раз он сделает то же самое Если кто-то на границу будет нарушать Ну, так это же турки Что с них взять-то? Там какие-то договоренности были Какие-то, я думаю, больше бизнес какие-то договоренности Не больше А то, что турки, они двуличные Ну, это естественно Им доверять нельзя Почему у нас заявили, что извинялся Если реально не извинился? Чтоб народ лишних вопросов не задавал Это политика Ну, у них постоянно там противоречивая информация Поэтому их сложно комментировать действия То есть у нас правда, да? Ну, мне так кажется, в большей степени да Письмо есть, это факт А уж трактование этого письма – дело каждого Я боюсь, что меня посадят в тюрьму за мои мысли по этому поводу Честно, я уже такие истории слышала То, что за репосты сажают в тюрьму И я как-то побаиваюсь уже Размышлять на эту тему А меня посадят за это, я не знаю Зачем соврали? Я не знаю, это сложная ситуация Там очень все трактуется вдвояко Честно скажу, затрудняюсь прокомментировать Ну, не знаю, насколько все это скоординировано В общем, это... Я считаю, что это непрофессионально А зачем заявили, что извинялся, если этого не было? Ну, бесконечные оговорки у большинства политиков Они все меньше владеют собой, по-моему Ну, честно говоря, вот в этом плане новости особо... Ну, то есть не видел, несмотря на... Политики мы не интересуемся Следующий будет тоже про политику Да, турков вообще можно что угодно ожидать Мне кажется, это такая нация Правда-то у них или у нас? Мне кажется, как бы все страны Ну, как бы могут соврать немного Но все-таки, мне кажется, наши воли, скажем так, правдивы Да Ну, в любом случае, это же все-таки связано с тем, что у них... Я помню Я думаю, что они принесли извинения из-за того, что у них... И наша туристическая сфера, и экономика у них стала падать резко Поэтому думаю, что да, я думаю, что да, приносили Тем более, что уже через три дня, после их извинений Уже 30% людей, которые планировали уехать на наше юга Поехали в Турцию А зачем тогда они сразу заявили, что не извинялись они? Какой смысл в этом? Ну, может быть, просто не хотели перед своими людьми выглядеть бледно Глупо, да Вот и все Ну, здесь уже должен решать Путин сам, что делать дальше Стоит ли принимать эти извинения? Последние... Вроде извинялись Уже все восстановлены отношения Так что думаю, извинился То есть, деваться просто некуда Извинения были, да? Да Иначе было Путин не пошел бы на встречу Я ничего про это не знаю Честно сказать, я не знаю просто Ну вот, у нас в телевизоре заявили, что он принес свои глубокие извинения Потом тут же Эрдоган сказал, что он никаких извинений никому не приносил И впредь будет поступать так же Сбивать самолеты-нарушители Я думаю, что вы как-то очень огрубляете отношения Эрдогана и нашего президента Я думаю, там все намного тоньше То есть, все-таки извинения были? Ну, может быть, не за то, что мы думаем А за какие-то свои вещи Так нам правду сказали? Они были или это? Нет, правду нам не скажут никогда Никакие средства массовой информации То есть, в общем-то, пофиг Извинился он, не извинился, да? Нет, не пофиг Просто мы не знаем правды Потому что это все вранье Почему после вступления в ВТО остались все те же пошлины? Даже вот я над этим не задумывался Ну, это выгодно Выгодно бизнесу Выгодно власти Было бы невыгодно Отменили Значит, так удобнее Удобнее поддерживать какие-то настроения в народе Да, удобнее нам лапшу на уши вешать И по поводу санкций По поводу всего Почему цены растут, да? И почему рубль там, например, тоже опять же Девальвация случилась там, когда Извиняюсь Был хороший вопрос Я помню его Медведеву Почему вы ничего не делали? Ну, он говорит А мы не ожидали, что нефть станет дешевле Вот и весь вопрос Они на этом кормятся Им удобнее так Вот уступили Уступили, значит Для того, чтобы Что-то продавать Что-то покупать Ну, все это минуло у нас людей Простых мимо Вот и все Ну, могу предположить Что, возможно Чуть позже ситуация изменится Опять-таки Вы задаете вопросы Которые как будто бы Больше экспертам подходят Чем человеку, который приехал в отпуск Вы имеете ввиду санкции Пошли на какие? Ну, вот Говорят Россия вступила в ВТО То есть Должно быть что-то дешевле А все дороже стало Да Ну, потому что у нас Вообще неуправляемый рынок То есть Куда ни вступаем Все одно и то же Он какой-то дикий просто Вот Потому что Если публика не понимает Что не нужно Покупать все Что валяется на полу А нужно просто Взять Отложить покупки На неделю Или на две Супермаркеты И разорить парочку Сетевых этих магазинов Да Ну, тогда Может быть Наступит какой-то Баланс А если баланс Нарушается Самим потребителем Ежесекундно Это безудержное потребление Именно такой Производит эффект Не в курсе Что касается Политики Вот Разных политических вопросов Здесь как бы А должно что-то было Поменяться Вот Вступили в ВТО То есть Что-то должно поменяться Или так же должно остаться Как будто не вступали Вот так Что-то Что-то, наверное, должно поменяться Дешеветь должно было, да? Тут не знаю Не в курсе Возможно Потому что Если Все те пошлины Которые вступили Когда ВТО Отменят И сделают Которые Всемирно-торговые Организации У нас Практически Процентов 50-60 Тех Предприятий Банков И прочее Они все разорятся Они уйдут С рынка сразу же Они не конкурентоспособны Сейчас Я вам не могу Сказать На этот вопрос Я не могу Ответить на этот вопрос Это не только в России Это По всему миру Даже в странах Азии Происк А должно вообще Дешеветь после вступления ВТО Или это так все Фигня Ну хотя бы Зарплаты Чтобы поднимались Элементарные Не знаю Я не в курсе А должно было Что-то подешеветь Вряд ли Наверное Зачем тогда Вступать в это Ну это Политика Наверное Вас что-то удивляет? А не должно было Дешевле Ничего стать? Нет Все по-моему Как есть Так и есть Все хорошо А зачем тогда Вступать в него? Ну я думаю Что это какие-то Свои политические Мотивы есть Но на людей Они не распространяются Просто такое название Вступить в это Ну насколько я знаю Пошлины должны Со временем Понижаться А так честно говоря Не владеют ситуацией Пока что только Все растет Ничего не понижается В плане цены Ну цены или пошлин Это разные вещи То есть пошлина Может падать А цена при этом В два раза больше? Конечно Евро выросло в два раза Соответственно Цена в России Выросла в рублях А пошлина Это налог Это как бы Насколько я знаю На автомобиле Пошлина Она расписана Что она понижается Ну боюсь там соврать Но в течение 10 лет Она должна там До какого-то уровня Понизиться То есть без толку России куда-то вступать Да все равно Все будет дорожать Ну сложный вопрос Наверное есть толк Но как бы Надо наводить порядок В своей экономике В большей степени Ну над этим я еще не думала Вот я боюсь Ответить на этот вопрос А должно дешеветь После вступления Или нет? Я думаю нет То есть вступай Не вступай И все один хрен Да? У нас в стране да Как вы относитесь к тому Что теперь по российским законам Международное право Стоит ниже Чем законы Российской Федерации То есть приоритеты Законы Российской Федерации Как вы вот к этому относитесь? Не понимаю Кто устанавливал такой приоритет Потому что Трудно взвешивать Конституционный суд Их установил Чтобы сейчас ответить На такой вопрос Если я этим неделю позанимаюсь Я вам расскажу подробно Ну вот по-вашему Должно быть приоритете Международное право Или просто российские законы Ну конечно международное Что значит приоритет? Оно должно быть Последней инстанцией Сбалансировано Но международное право Наверное касается Самых важных Межправительственных вопросов Важнейших О войне О мире Ну зависит от того Во-первых Наверное К каким гражданам Применяется То есть если Вопросы связаны С гражданами Других государств И в приоритете Российское законодательство То Ну возможно это странно Учитывая что Скажем так Люди из других государств Просто не знакомы С российской конституцией Могут быть И нашими законами А в целом Ну не знаю Если есть Нормы международного права Которые действуют На территории государств Которые на это согласились Зачем тогда в принципе Их принимать Если мы следуем нормам Своего права Возможно следует Тогда просто оставить Некое вето Навожить Вообще на международные нормы И согласиться Что давайте жить Только по Своим законам Просто теперь нельзя Обжаловать решение Российского суда Нигде Ну значит Кому-то не повезло Сложный вопрос Мне кажется Суд не ответит Мне кажется Больше в приоритете Российский суд Но как бы Международное право Тоже нельзя отрицать Российские законы Российские законы Которые не нарушают Международное право Российское законодательство Все-таки это Россия Я думаю Международное все-таки Да Потому что Как бы Все должны быть равны И то что там Где ты У нас тоже должно быть Примерно Более-менее похоже Так же Спасибо Спасибо Меня точно не посадят Серьезно Ну здорово Вот это правильно Они сделали Наши правила В нашей стране Должны быть Ну Превыше всего То что нам диктуют Какие-то условия Запад То что случилось Советский Союз Когда развалился Да И то что стало Да С Россией И так далее Ведь Грубо говоря Мы Приняли условия Запада Игру без Каких-то там Оговорок И Грубо говоря Это Ну Мы проиграли Мы проиграли Противостояние им Мы Все свои заводы Порушили У нас Случилась Проватизация Кому она была выгодна У нас Была Была Великая страна У нас много Чего делалось Мы обеспечивали себя Полностью Вообще Я считаю Что это искусственно Было создано Чтобы развалить страну И Вот Можем посмотреть Это на уровне Украины Она Вроде бы пытается Вступить в Евросоюз И у нее Они повышают тарифы Опять у них Проватизация Они все продают Только для того Чтобы западный бизнес Мог процветать Мог продавать свою продукцию Чтобы он давал Им Грубо говоря Деньги взаймы Которые Грубо говоря Они покупают Их же продукцию Вот и все А как вот теперь Можно обжаловать Российские Решения российских судов Если оно В приоритете Вот такие вопросы Задаете Я о них не думал Я вам точно не скажу Просто Возможно Ну тут видите Для меня тут сложно Я об этих вещах Не думал Я Может быть И пропустил Эту новость И поэтому Я ее как бы Не обмозговал И сказать что-то Мимо Или что-то Не по существу Ну Было бы глупо Ну Обжаловать Как бы Российский суд В любом случае Как бы Если например Человек сделал Что-то здесь В России То это конечно Приоритет Российский суд Если что-то Например Его экстрадировали Из другой страны Или он Там в другой стране Что-то сделал Я считаю Там как бы Уже больше На мировой суд Я-то согласна Ну В российском суде Тогда Обжаловать Ну Если законно Будет работать В России Как положено То ничего Не нужно будет Обжаловать Международное Право Нафиг его Да Нет Конечно Стоит Тоже Прислушиваться Дабы Не развязать Войну Так сказать Но все-таки Приоритете Должна быть Российская Вопрос Да Должно быть Что-то Наверное Выше То есть Международное Право Оно повыше Должно 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 Получается Да А у нас Наоборот Печально А если Они нарушают Ну Противоречат Международному Праву Где их Тогда Можно Обжаловать Будет Я думаю Что Ну Какие-то Должны Быть Ну Общемировые Какие-то Вещи Типа ООН И что-то Но Только Не НАТО Не Евросоюз Точно Не это Это все Я думаю Лишнее Последняя инстанция Она должна быть В России Или Международная Какая-то Организация В России Я думаю Я думаю Это возможно Обсуждать Нужно Теперь Им будет Некуда Пойти Ну Жаль Жаль Чем меньше Чем меньше Возможности Обсудить Законы Тем Сложнее Наверное В России В приоритете Должны быть Российские Законы Или Международное Право Вот Последняя Инстанция Где Должна Мое Мнение Что Российские Законы Обжаловать Их Где Можно Будет Тогда Ну Наверное Только В России Организация 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 Организация